В Армавире без вести пропал подросток. Уже неделю его разыскивают близкие и полиция. Подробнее расскажем в выпуске программы «Твои новости». Промышленники Армавира могут рассчитывать на финансовую поддержку. Торжественное открытие малобюджетного спорткомплекса состоялось в Армавире. Анна Мельченко побывала на мероприятии. О телосложении, волосы короткие, прямые и темно-русые, глаза карие. Особые приметы. В области сердца два послеоперационных шрама. Всем, кому что-либо известно о местонахождении Дмитрия Апанащенко, просьба сообщить в полицию Армавира по телефону 02-32002 или в группу розыска 45374. О мерах поддержки предприятий промышленного комплекса и участии в государственных и муниципальных закупках армавирских товаропроизводителей говорили в городской администрации. Здесь прошло заседание Совета директоров. В его работе принял участие и глава Армавира. Встреча с промышленниками Андрей Харченко начал с обсуждения ситуации на городских заводах и фабриках. Большинство отраслей переместились в сектор устойчивого подъема. Руководству некоторых заводов рекомендовали усилить менеджмент и освоить новые виды продукции. Может кому-то надо посмотреть, чем-то заниматься параллельно, развивать новые виды производства, сопутствующие. Может быть вообще параллельно заниматься, потому что есть площадя, есть люди. Однако самим промышленникам без государственной поддержки выжить будет трудно. Так, в прошлом году несколько армавирских предприятий получили финансовую поддержку из краевого бюджета в размере 5,5 миллионов рублей. Андрей Харченко отметил, что в этом году ряд предприятий также смогут рассчитывать на помощь из региональной казны, если оформят соответствующую заявку для включения в краевую программу развития промышленности. Говорили о том, что далеко не все местные товаропроизводители выставляют свои продукции на электронные аукционы. Именно через эту систему сегодня закупаются товары и услуги для муниципальных образований и государственных нужд. Так, в 2017-м в Армавире для муниципалитета было закуплено товаров и продуктов на сумму в 1,5 миллиарда рублей, из которых около 5 миллионов рублей – это доля армавирских товаропроизводителей. И доля это очень мала, подчеркнул градоначальник. Промышленники признались, что не у всех в штате имеются контрактные управляющие. Основной момент – это не все предприятия имеют в штате квалифицированных работников, которые смогут, в кавычках, протащить документально, оформить это все, и чтобы это все прошло. Обсуждали и несовершенство федерального закона, регламентирующего закупки. Глава Армавира предложил депутату Госдумы Наталье Костенко, которая также присутствовала на заседании промышленников Армавира, рассмотреть обозначенные директорами предприятий проблемы в соответствующем Думском комитете, чтобы затем внести необходимые изменения в федеральный закон о закупках. Объединение «Зим-тошмашприбор» было 12 тысяч человек. Сегодня работает 100, 130, а территорию на содержание работало 12 тысяч человек. Это и налоги, это и имущество, и все остальное. Он готов производить, а вот его продукция городу не нужна, его продукция краю не нужна, его продукция нужна там, имеет там, она специфичная продукция. Соответственно, если у него будет госзаказ, он под него наберет людей. Он под него будет понимать развитие предприятия, он под него будет развиваться, вкладываться, закупать оборудование. Вот элементы плановости в секторе промышленном они должны присутствовать. Процентов 35-40 закон несовершенен. И самое главное, что никто его не пытается усовершенствовать. Между тем, департамент промышленности стал теснее работать с предприятиями, оказывать им практическую помощь и помогают тем, кто не сидит, сложа руки. Было подчеркнуто, что программа развития промышленности предполагает поддержку реальных предприятий, способных выпускать продукцию высокого качества. И каждый вложенный рубль должен вернуться в бюджет как минимум двумя рублями. Юлия Чернышова, Александр Пензев, Служба новостей, Эрмавира. 14 марта в мэрии состоялось заседание, где отдел по делам молодежи представил отчет о проделанной работе. Мероприятие является традиционным. Представители молодежной политики проводят итоги за прошедший год, делятся достижениями и успехами, а также проблемами и составляют планы на будущее. Открывая заседание, глава города Андрей Харченко поблагодарил собравшихся в зале за неравнодушие и инициативу «Бескорыстный труд». Отметив при этом, что молодежная политика является одним из самых приоритетных направлений работы администрации муниципалитета. Особое внимание уделив патриотическому воспитанию. Очень почетно, что есть преемственность поколений, и молодежь также оказывает помощь нашим ветеранам. Я начал говорить за активную часть молодежи, и еще раз хочу остановиться, акцентировать внимание. Нас так воспитывали, и я считаю, что это правильно было, были правильные традиции. И то, что вы, многие из вас, участвуют в общественно-городских мероприятиях, и в вопросах благоустройства, и в вопросах общественных мероприятиях, тоже это почетно. Я уверен, что каждый из вас это делает от чистого сердца. Глава также отметил спортивные, образовательные, интеллектуальные достижения нашей молодежи, известной не только в России, но и за ее пределами. Армавиль сегодня получает меры поддержки, и спорт в городе Армавиль развивается. И мы в своей работе будем и дальше руководствоваться тем, чтобы уделять внимание данному направлению, потому что здоровая молодежь, спортивная молодежь – это очень важно для города. Я напомню вам за Учителя года России, за Александра Шагавова. Я вас хочу проинформировать, что воспитатель из города Армавира стал лучшим воспитателем Краснодарского края по итогам 2017 года и будет представлять наш муниципалитет, и не только наш муниципалитет, а в целом Краснодарский край уже в этом году на федеральном конкурсе. Андрей Харченко вспомнил и команду «Русская дорога», великолепно сыгравшую и победившую в одной восьмой финала высшей лиги КВН. С отчетным докладом выступил начальник отдела Виталий Зинченко. Он отметил, что особое внимание уделялось и военно-патриотическим мероприятиям, гражданскому воспитанию молодых людей. В течение 2017 года на территории города Армавира прошло более 126 мероприятий, в которых приняли участие более 39 тысяч молодых людей. На территории нашего города действует 20 клубов военно-патриотической направленности, общая численность их составляет 868 человек. В соответствии с распорождением администрации муниципального образования города Армавир, принято решение о том, что вахту памяти будут нести общественные образовательные организации и учебные заведения нашего города высшего и профессионального образования. Важные направления в работе – оказание социально-бытовой помощи ветеранам и одиноко проживающим пожилым людям, духовно-нравственное воспитание молодого поколения. В целях вовлечения молодежи, предпринимательскую инновационную деятельность и выявления потенциала участников данных мероприятий также проводится большая работа. Мы проводим круглые столы, встречи с предпринимателями, посещения предприятий наших Армавирских, на которых ребятам из профессиональных учебных заведений рассказывают о тех предприятиях, о том, где они смогут в дальнейшем работать, получив специальность. И получают за это достаточно заработную плату. В 2017 году мы посетили 81-й ДТРЗ, АМК «Троя», «Зим.Машприбор», «Хлеб». В процессе экскурсии ребята смогли задать свои вопросы руководителям предприятий и получить на них ответ. Одной из основных задач в работе отдела является занятость несовершеннолетних и молодежи. Это оздоровительные компании, трудоустройство подростков и молодежи на временную и сезонную работу. Также большое внимание в 2017 году и Министерство образования и науки молодежной правительств уделялось краевому конкурсу студенческих трудовых отрядов. И наш город принимает традиционно самое активное участие в данном конкурсе. И в этом году, конечно же, мы получили определенные победы. И у нас есть победители. Это лучший командир студенческого отряда, это Тимченко, Надежда Юрьевна, командир педагогического отряда «Волна», а ГПУ, я думаю, нужно похлопать. Важным направлением работы армавирской молодежи остается развитие и поддержка молодежных движений. В прошлом году наш край праздновал большую дату, это 80-летие среднего образования края. Очень большое количество мероприятий, красочных, интересных мы провели в рамках данных мероприятий. Большая работа уделяется развитию клубов по месту жительства. Это непосредственная работа с теми ребятами, они тоже здесь присутствуют, которые посещают наши клубные формирования. На территории города Армавира действует 32 клуба по месту жительства. 11 клубов являются базовыми и средний месячный охват составляет порядка 3600 молодых людей. 52 подростка посещают, которые состоят на учете в органах системы профилактики. За минувший год было проведено большое количество спортивных мероприятий. Были построены две новые воркаут-площадки, где ребята с удовольствием занимаются. Подводя итоги года минувшего, были поставлены задачи на текущий год. Предстоит большая работа в сфере волонтерского движения. Проведение мероприятий в ямках объявлено президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным года волонтера. Тоже есть большой план работы, мы уже начали его реализовывать. Раз президент объявляет год волонтера, значит мы должны в этом плане активности довести. Городские субботники, уборка территории, помощь ветеранам и все, что связано с волонтерством. Проведение 18-го межрегионального флакона фестиваля «Молодежь будущей России». Я думаю, что в рамках «Мне города» мы проведем также данную работу. Кроме того, предстоит большая военно-патриотическая работа. Мероприятие к 9 мая, Дню Победы – это лишь небольшая часть в списке намеченных задач на сегодня. В завершении заседания молодые люди могли задавать вопросы, на которые отвечал глава и представители городской думы. Анна Мельченко, Александр Жирлеев, Служба новостей Армавира. В Армавире появится специализированный зал для занятий гимнастикой. Об этом губернатора Краснодарского края попросила российская фристайлистка, участница Олимпиады в Корее Алина Гриднева. Спортсменка сообщила, что после завершения профессиональной карьеры она готова работать тренером в этом зале. В детстве Алина жила в нашем городе и занималась спортивной гимнастикой. Просьбу Гридневой о возведении подобного комплекса поддержала председатель Олимпийского комитета края Ирина Караваева. Губернаторам принято судьбоносное решение, очередное судьбоносное решение для города Армавира. С этой просьбой обратилась наша спортсменка и попросила у руководителя края, чтобы в городе Армавире мог появиться еще один спортивный зал для детей, для ребят, которые занимаются гимнастикой. И решение уже принято, мы уже начинаем вопрос прорабатывать, решение принято губернаторам. Даны поручения и такой спортивный зал до конца этого года должен появиться в городе Армавире. В Армавире открыли спортивный комплекс для занятий самбо и дзюдо. Расположен он в поселке Заветный. На открытие объекта прибыли многочисленные гости, среди которых заместитель губернатора Кубани Николай Далуда и глава Армавира Андрей Харченко. В Краснодарском крае уже три подобных спортивных объекта. Финансирование шло за счет регионального и местного бюджетов. Всего было выделено около 28 миллионов рублей. Это дополнительное здание Армавирской спортивной школы Олимпийского резерва по самбо и дзюдо. Борцы теперь будут тренироваться не в стесненных условиях, а в современном спорткомплексе. Репортаж Анна Амельченко с места события смотрите в ближайшем выпуске твоих новостей.